Храм Вознесения Господня города Советский увенчался куполом. Перед водружением были совершены сначала Божественные Литургии, а затем и чин освящения куполов. Богослужение совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Именно он оказал помощь в приобретении маковицы для храма. С подробностями наши коллеги. В Храме Вознесения Господня было многолюдно. Горожане пришли, чтобы принять участие в Божественной Литургии, которую возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Ему сослужили епископ Югорский и Нягонский Фотий и благочинный протеерей Сергей Кузнецов. Присутствовали на богослужении и глава Советского района Игорь Набатов, а также председатель Думы Светлана Азарнина. После завершения службы прошел чин освящения куполов. Затем с помощью подъемного крана маковицу водрузили на храм. Не мог не приехать, чтобы не порадоваться вместе с жителями Советского, не порадоваться тому, что сегодня мы обретем главу нашего храма, завершающую крестом, как говорится, крест-хранитель всей вселенной, чтобы он хранил жителей города Советского, ограждал от враг видимых и невидимых, помогал в жизни каждого живущего здесь и каждого обращающего. Это моя святая обязанность, поэтому я сегодня здесь. По словам митрополита Павла, в 2011 году, когда епархии еще не были разделены, началось строительство храма в Советском. И хотя работ на объекте еще много, но постепенно культовое сооружение преображается. Сейчас его украсил купол. Впереди установка еще одного. Также готовы и семь колоколов. Помощь в приобретении самого большого оказал глава Советского района Игорь Набатов. Теперь есть два купола, есть колокольная группа. Необходимо продолжить достройку этого храма, отработать обязательно по прихрамовой территории, потому что это центр города, это сакральное место, рядом наказ матери. Его необходимо достроить, поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы это произошло как можно скорее, как можно быстрее. Всем миром построим храм. Помимо благоустройства, прихрамовой территории необходимо провести наружные отделочные работы. Внутри храма, по словам отца Сергия, также много недоделок. Особенное беспокойство вызывает отопление. Оно было смонтировано как временное. Потому священнослужители обращаются ко всем неравнодушным жителям Советского, чтобы они помогли достройке культового сооружения, которое не только станет домом для всех верующих, но и украсит центральную часть города.